Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы он не увлек тебя погибельную пропасть. Последнее случается ежечасно. Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его свою немощную рукою. Устранись. Охранись от этого сам. И этого с тебя достаточно. Сегодня мы обратимся к наставлениям икумина Никона Воробьева о духе времени и взаимоотношениях с людьми. Ознакомься с духом времени. Изучи его, чтобы, по возможности, избегнуть влияния его. Ныне почти нет истинного благочестия. Ныне одно лицемерство. Убойся лицемерство. Во-первых, в себе самом, а потом и в других. Нужно придать полное значение этим словам. Принять их в руководство себе, зная, каким человеком они сказаны. Если заметишь, что человек делает ошибки, но они не имеют большого значения или всем очевидны, не выявляя их перед другими, а любовью и с нисхождением покрой их. Если же нужно тебе уяснить правду, то спроси у человека наедине, а не как спорщик. Если будешь действовать иначе, то наживешь врагов и без пользы для себя и других сильно отяготишь свое положение. Очень тебя прошу, послушай меня. Люди слишком немощны и самолюбивы. Надо щадить их и помнить слова Игнатия Бринчанинова и применять их в отношении ко всем. Будь мудр. Товарищей также не учи. А если кто спросит о чем-либо, то честно отвечай так, как считаешь истинным, но решительно отказывайся судить. Прошу тебя. Тем более осуждать кого-либо, особенно начальство или педагогов, не стоит. Это заповедь Евангелия. Открывай свои немощи, скорби, недоумения Господу в молитве и на всякое время. Во всем укоряй себя, а не оправдывай. Прости, что я даю тебе сегодня такие советы. Я отлично помню слова преподобного Серафима о камешках, носимых на колокольню и обросаниях оттуда. Но я желаю тебе добра. Хоть что-нибудь, может быть, тебе и пригодится сегодня. Будь смиреннее и не высокомудрствуй. Не осуждай, не услаждайся ничем, особенно бесовскими похвалами. Тогда не будет несчастья, а иначе и не вылезешь. Сей род бесовский сгоняется постом, молитвой и смирением. Без этой святой троицы добродетелей ничего не сделаешь. Всячески не ищи похвалы или высокого мнения от людей. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Будь дурачком, безумным, в очах людей, чтобы стать мудрым пред Богом. Тебя и других трогает благодарность людей, но ты берегись этого. Тут тоже одна из сетей врага. Всегда будь равнодушен похвалам. Если примешь похвалу, то и будешь незаметно стараться и впредь угождать людям. И можно незаметно стать фарисеем. То же бывает и со многими из духовенства. Окончается-то враждой и ненавистью. Этому учит Евангелие. Уж слишком мы испорчены, потому и не можем выносить той похвалы. Борись, сокрушайся, а если поскользнешься, то не унывай. Бесы всегда так делают. До ошибки внушают, что в том или другом нет греха. А если человек поддастся, то начинают напевать, что все равно ты согрешил. И прощения нет тебе. Так уж лучше предайся своим ошибкам, а то несколько иначе. Теперь поживи в свое удовольствие, а там покаешься. Жизнь впереди, наберешься опыта, потом пригодится и тому подобное. Нет. Не оправдывай себя и свои ошибки. А перед собой и перед Богом называй вещи своими именами. Сознавай свои грехи, свое бессилие самому справиться с ними и с бесами, внушающими и толкающими на грех. Плачь пред Богом о своем рабстве греху и дьяволу и проси, чтобы Господь освободил тебя от них. Господь и ошибки, и преступления обращает нам в пользу по всемогуществу своему и любви своей. Мы же глупые дети, воображающие себя взрослыми, подражающие их делам. Смотреть на них взрослому смешно, иногда неприятно. Так и мы в очах ангелов и святых выглядим, а может быть, даже и в очах Божих. Все мы падшие люди, и это падение может сказаться даже неожиданно в каждом, так или иначе. Боже, милостив буди к нам грешным, милость Божия да покроет нас всех и спасет. Частое причащение и горячая домашняя молитва многих исцеляли, когда и врачи отказывались. Открой все на исповеди и поступи так, как скажет духовник. Помни, что только сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. С таким сердцем только и можно приступать к святым тайнам. Не ищи для себя ни в чем оправданий. Обвиняй одного себя во всем и проси прощения. Преодолевай себя. Научись без ропота слушаться для смирения. До протеста ничего и не добьешься, как ладонью не перегородишь реки. Ты до сих пор только читал и слухом слышал о борьбе душевной, о плаче, о страданиях сердечных. Господь тебе попускает на опыте познать и определить себя. Будешь ли ты терпеть без ропота и благодарить Бога, или же предашься ропоту, затем хуже и отчаянию. Решай сам. Дашь кровь и приими дух. Время младенчества прошло. Пора приниматься за дело взрослых. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Повторяю, к смиренно мудрому сети дьявольские и не прикасаются. Если же отдашься ропоту, станешь обвинять людей и обстоятельства. То отсюда перейдешь к ропоту на Бога и можешь прийти в отчаяние. Отчего? Да избавит тебя Господь. Если мы без ропота несем свой крест, каемся в своих грехах, не оправдываем себя, то подобно благоразумному разбойнику войдем в Царствие Божие. Тверди постоянно. Господи, да будет воля Твоя, святая. Господи, делай со мною что угодно Тебе, только не попусти возроптать на Тебя, только спаси меня. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok